Нет воды, берись за лопату. Тысяча жителей поселка Лесопильный заводского района уже вторую неделю вынуждены растапливать снег, чтобы обеспечить себя водой для бытовых нужд. Причем населенный пункт располагается в нескольких десятках метров от берега Волги. Почему живущему водоему людям приходится страдать от жажды, выясняла Елена Губенкова. Вот так вот я ставлю, вот здесь набираю. Ее будни уже две недели начинаются на улице. Набрать несколько ведер снега и домой топить. Пенсионерка Галина Норва, как и все жители поселка Лесопильный, на себе испытала, что значит остаться вообще без воды. Весь день теперь уходит на то, чтобы набрать несколько литров. Ведро снега после того, как расплавится, превращается максимум в пару кружек воды. А нужно и дома убрать, и скотину напоить. Без воды плохо. Без воды плохо. Мы всю жизнь, как говорится, хоть небольшая вода была, а сейчас совсем никакой нет. Индюша тоже ем. Вода мерзнет, надо подливать тоже ходить. А ее нет. Вот и берегем каждый литр воды. Проблемы с водой в поселке были всегда. Сотрудники Саратовводоканала говорят, здесь нет централизированного водоснабжения и к этим сетям отношения не имеют. Жители Лесопильного когда-то давно даже добились от саратовских властей того, чтобы им пробурили скважину. Однако хорошее начинание закончилось неудачно. Затратили 3 миллиона денег. Скважина этой воды для поселка не дала. Вот тут близлежащий район, ее сделали вот рядом со школой. Вот близлежащие дома еще имели эту воду, а дальше туда, до конца поселка, она просто не доходила. Принимали решение дополнительный насос установить, но денег нет и опять это дело все остановилось. Не добившись результата, люди сами взялись за дело. Скинулись на трубы и провели собственный водопровод из Волги. Воду пить нельзя, но на бытовые нужды хватает. Однако сейчас нет даже этого скудного снабжения. Почти две недели назад перемычку сорвало и люди остались без воды. Говорят, за это время им даже не был организован подвоз для технических нужд. А уж о том, чтобы отремонтировать сеть, никто и не заговаривал. Пока снега в поселке хватает, но как быть весной, когда он растает, люди не знают. Говорят, придется по старинке. Ходить на Волгу с коромыслом.